Ну и военную тему мы продолжим. Далее у нас в эфире будут потрясающие кадры с военных учений. С таких мероприятий, ну согласитесь, очень приятно всегда смотреть видео. Всё так масштабно, так красиво. В Волгоградской области прошли учения «Кавказ-2016», а вот Олегу Сидяйкину повезло там оказаться. Залпы круто-калиберных орудий, рёв танковых двигателей, оклушающий форсаж истребителей и бомбардировщиков. Российская армия в буквальном смысле показывает себя в деле. На полигоне «Прудбой» Волгоградской области очередная сцена самых масштабных манёвров этого года «Кавказ-2016». Камеры слежения на дирижаблях, десятки беспилотников в небе. В Кавказе-2016 объявлены все полигоны Южного военного округа. Этап учений на «Прудбое» принципиально отличается от всех остальных. Вместо каких-то призрачных бандформирований и боевиков здесь потенциальный противник уже целая армия государства. Вот так это выглядит на макете. Полигон 32 километра вглубь. С левого берега реки Дон переброшена бронетехника и пехота условного врага. Её поддерживали авиация и артиллерия. Удалось продвинуться вот до этого места. Место мишеней. По условным позициям врага начинают работать крупным калибром. После такой мощной артподдержки сводные подразделения западного и южного военных округов переходят от тактического отступления к контрудару. В дело вступают танки и бронетранспортеры, боевые машины, пехоты и армейская авиация. Что называется, бьют из всех стволов. Но больше всего завораживает эта работа роты из трёх боевых машин ТОС-1, Буратино или, как их ещё называют, Солнцепёки. Очередной приказ приходит через считанные секунды. После массированной контратаки наших тактических бригад со всех флангов инкровизированный противник бежал, что называется, сверкая пятками. Перебрался через могучий дон и взорвал за собой мост. Переправо техники теперь задача военных инженеров. Пантонный мост они возводят с ювелирной точностью. И за полчаса уже переброшена вся техника на другой берег.